В эфире Постметро постоянная рубрика «Образ слова». Сегодня у нас образ тела. Начнем приземленно. Тесто. Тайг. Дэу. Слова не только обозначающие одно и то же, но и однокоренные, хотя фонетические и сильно изменившиеся. Тесто нужно было долго толочь и тискать, и тут этот корень, чтобы в итоге появилось тело, опять же, того же праиндоевропейского корня Дэйг. В таком случае тело буквально это масса на костях, которую можно тискать, мять. По крайней мере, так думают большинство языковедов. По-немецки тело «корпа». В этом слове нетрудно услышать исковерканный латинский «корпус». «Корпус» и в этом мертвом языке означал «тело», а теперь еще обозначает собрание текстов в лингвистике и многое другое. И тут наше тело в первый раз перестает подавать признаки жизни. Хотя в английском слове «корпус» праиндоевропейская основа та же, что и в латинском «кверп», причем, скорее всего, глагольное «появляться», «формироваться», по значению «корпус» это уже «труп». Русское же слово «труп» пошло от латышского «трупет», «гнить», «крошиться», литовского «труппус», «ломкий», а также от древнепрусского «труппис», «пень», «колода». Слова «струк» в «струкья» того же корня. Общеславянская основа «труппа», вероятно, сначала обозначала пень, ствол, дерево, затем туловище, то бишь основную часть тела, и, наконец, «труп». Причем и сейчас в сербо-хорватском наш «трупп» вполне себе жив. Там это слово используется в значении «туловище» по сей день. Кстати, о «туловище». Это тоже очень интересное слово. Его связывают с древнерусском «тулити» – «прятать», «укрывать». Это же основа в нашем «притулиться». Если это верно, то язык как бы рассматривал корпус человека или животного как сосуд для внутренностей, который еще и тискать можно. Вроде от той же древнерусской основы слово «сутулиться» и даже, по мнению некоторых лингвистов, «тыл». В тылу ведь можно укрыться, чтобы не стать трупом. А вот созвучная труппу английская «трупп» и немецкая «труппе» используются чаще всего во множественном числе и не в тылу, а именно что на поле боя. Теперь эти слова означают войска, батальоны солдат, вооруженные силы. А раньше это была просто группа то ли людей, как во французском «трупп», то ли животных, как все в том же французском «труппо» – «стадо». В общем, много или слишком много «тро» кого-то, как в германских языках, в деревне. «Торп» или «дорф». Так много, что и не жалко, если кто-то из этих «труппен» станет труппами. Тем более, что на поле боя этого вполне можно ожидать. Вот и во второй раз тела, теперь уже организованные в воинские формирования, стали у нас терять признаки жизни. По-немецки трупп – «leiche», но и здесь древнегерманская основа «лика» означает «тело, форму». И даже очень распространенный суффикс у немецких прилагательный «lich» как бы означает, что что-то имеет ту же форму или состав. «Натюрлих», скажем, что-то натуральное в себе содержит. И да, вы, может быть, уже догадались, английское слово «like» того же корня. И тут очень хочется сказать, что славянский «лик», «лицо», родственные слова. Но Фасмер не хочет связывать «лик» с «труппом». Пишет, мол, нет оснований говорить о заимствовании слова «лик» из годского «лейк» – «тело, плоть, труп». Вопреки его коллегам-лингвистам Хирту и Улленбеку. Ну и ладно. Зато я точно буду прав, если скажу, что «лик Господен» связан с его телом, или «Fronleichnam» по-немецки. «Fronleichnam» – это католический праздник «тела Господня», который до сих пор в некоторых немецких землях официальный праздничный день. Отмечается он на девятый день после Троицы. Название праздника – это и есть Господнее тело, в котором виден, во-первых, труп – «ляйща», во-вторых, суффикс «нам», который восходит к словам, обозначающим что-то вроде «оболочки». Ну и «fron» – принадлежащий Господу или просто Господину. И вроде как «фрау» от той же божественной основы – «госпожа», а теперь и просто «женщина» или «жена» по-немецки. Да и русское слово «право» – «прав» – тоже имеет общий сфрон – праэндоевропейский корень. В общем, обратившись к телу Господню, мы вновь оживили наш образ тела. И осталось только стоящее особняком английское тело – «body». Никто точно не знает, откуда пошла его германская основа «botar». И даже почему она живее всех живых в английском, но вымерла в других германских языках. Я же подозреваю, что в этом «body» все-таки притулился праэндоевропейский корень «böid». Его значение – замечать, узнавать, просыпаться. Вспомните слово «бдеть». Или передавать весть. «Botar», например, это посланник в немецком. Ну и, конечно же, просвещенный, просветленный, потому что Будда – того же корня. Так что «body» – это тело явно живое. Такое же живое, как ваше, раз вы посмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, нажимайте на палец вверх и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok